всем привет ребяточки мы рады вас приветствовать в новом сезоне путешествие по краснодарскому краю короче летим в сочи потом новороссийск забираем наш мотобайк он здесь уже ждет целый год и отправляемся в путешествие по краснодарскому краю я думаю будет очень интересно мы стоплю в начале сезона и все лето будем здесь поэтому берите вкусный дух наливайте чай на 4 1 2 3 погнали этот момент настал ребят мы готовы это индейский вид вау сейчас не покормишь мне сейчас немножко страшновато на улице идет снег элитные курорты юга приветствуют вас с открытием сезона хочу куда бы пацаны не приехали там какая-то аномалия происходит начинается наше путешествие естественно в аэропорту санкт-петербурга и у нас два наших стандартных чемодана и конечно я сам шоке наши путешественные мотобайки будут здесь внутри лежат кофры у нас еще появился один друг вот такой вот чемоданчик хочет с тремя чемоданами летим путешествие которое должно быть на байке как мы все эти вещи распакуем по кофрам увидим чуть позже мне кажется залог хорошего путешествия это пластовка гарвард гарвард всегда со мной как же удобно когда вручнокладе маленький чемоданчик и не надо тащить рюкзак на себе по традиции шоколадница берем круассан с лосося мы успешно долетели до сочи ребят но к сожалению я знаю что многие из вас ждут именно сочи но сочи будет только через месяц потому что мы прилетели в сочи потому что наш байк находится в новороссийске а прямых рейсов в новороссийске нет а там аэропорт закрыт и нам нужно будет пересесть на лодку и 4 часа идти по морю до новороссийска на сочи конечно а я уже прям предвкушение как вместо вернемся на нашем байке из новороссийска и мы сейчас главном порту в сочи здесь мы пересаживаемся на лодку называется на грифон от водохода 2990 рублей на одного человека в одну сторону сочи новороссийск идти по морю примерно 4 часа и сейчас мы на себе протестируем такой вид транспорта всякие журнальчики есть экспедиционный круиз понесея в который мы ездили это приятно все мы пошли мы пошли в новороссийск все-таки знаете вот неудобно летать да но зато мы попробуем новый вид транспорта можно ходить выходить на палубу есть туалет вот здесь вот место для багажа все очень компактно уложено есть даже автомат с напитками короче ребята ситуация такая мы отплыли от берега примерно пару часа были в движении и наш корабль прекрасно налетел на какой-то канат запутался брендом винтом мы стоим уже два с половиной часа ждем водолазов уже закат встречаем да конечно вообще прикол чтобы понимали вот сочи ребята вот он прям здесь я честно не понимаю почему как-то не предусмотрено вот такая служба водолаза нет водолазов никто не реально не согласился и из тех кто на борту потому что холодная вода ни у кого нет гидрокостюма ничего не подготовлено вот так начинается наше приключение мы тут попытаемся добраться до новороссийска и стоим ждем спасатели приехали ночью время уже полдевятого нас еще только от винта откручивают в итоге час ночи мы только пришивотовались геленджику добро пожаловать на улице идет снег просто начало июня снег и я друзья по ощущениям мы как будто бы совершили трансатлантический перелет ребята летим в часов 15 по ощущениям на высоком дороге 8 часов 9 9 9 часов часто люди выгрузится и мы дальше чуть по часа до новороссийском будем идти не все сил нет элитные курорты юга приветствуют вас это я отдыхать приехала добро пожаловать на урозийска дождь пролезает добежали с порта вот так дождевика в общем мы живем прям здесь оказывается забронили квартиру хозяин даже ждать нас не стал ключи спрятал во дворе ключи дождем и все это просто неудачное стечение обстоятельств я тоже в дождевике просто у меня дождик тоже большой и он закрывает самый портфель чтобы взять это видео мне нужно было снять дождевик раскрыть портфель достать камеру чтобы вам вот эту атмосферу передать и льет дождь и орем сумма уматываем на посту ману это новороссийск где-то ура ребят погода налаживается новороссийск немножко храпый дождик но мы уже заселили сейчас вам покажем место класса смете какой комплекс такая испанская деревня называется трех четырехэтажные дома пойдемте покажу нашу квартиру как и в прошлом сезоне у нас такая стильная квартира посмотрите на весь все сделано вот так вот заходишь здесь право мягкая кайфово вас удается диван можно назвать люстра люстра в необычном стиле здесь кухня стол с рекой посередине очень приятно что вот конфетки имеется здесь чай он как все можно сам уготовить микроволновая печь холодильник светло просторно и такое ощущение что ты живешь реально где-нибудь в испании что выходишь такой дворик очень приятно если будете в новороссийске и заходить себе квартиру давать такую же стильную ребят ссылочку оставлю в описании наши друзья мы уже второй год у них останавливаемся и мы тортик нам оставили тортик целый торт смотрите как растабантик вообще обалденно будем с чаем пить спасибо ребят очень приятно очень приятно снова вернуться в новороссийск и начать наше большое путешествие по краснодарскому краю сон скучаешь по набережной новороссийска да там находится очень классное заведение где очень вкусно хормят знаешь что называется эник и бэник начало сезона время когда были в августе на набережной не было свободного места столько людей гуляла байк забираем завтра сейчас покушаем вот наше любимое заведение в этом прекрасном городе эник и бэник пойдемте кушать от души просто отсюда открывается потрясающий вид на цемесскую бухту черного моря в общем вы сами видели интерьер внутри здесь очень красиво вот такие две менюшечки дают такие надкусные потому что настолько вкусно что люди даже меню съедают заказываем себе сейчас всего и будем наслаждаться самое первое что здесь обязательно нужно попробовать это сала с баклажанами и сыром вот такие вот хрустящие баклажанчики вот такой вот сочный фишка в том что он как-то вот необычно приготовленный хрустящий как чипсинка сверху а внутри нежный баклажан видите внутри очень сочный еще такого кунаешь вот этот сыр где срочек так вот получается очень вкусно обалденно а это фирменное блюдо этого заведения чебуреки есть с мясом есть сыром как у меня такие сочные воздушные такие просто такой чебурек стоит 240 рублей у меня с бараньей он попалите на дут и воздушный то есть отдых разрываешь вот и внутри там все это вот мясо вот она эти этапы берешь так отрываешь там с мясом берешь руками все это дело делается так чебурек еще можно окунуть соус специальный и насладиться кухней новороссийская но это очень вкусно воздушное такое тесто нежнейшее мясо все собственном соку рекомендую 1600 400 рублей за все и мы теперь живем по мексиканским законам вот видите везде оставляем на чай минимум 10 процентов а вы напишите ребята в комментариях оставляете ли вы на чай красота на заднем фоне горы там анапа там геленджик и мне нравится это чувство когда мы приехали в начале сезона впереди целых три долгих месяца путешествия по краснодарскому краю постараемся вам все показать ребята в комментариях советуйте разные места где вкусно поесть все курорты краснодарского края постараемся охватить многие сейчас новороссийска выбирают как место такой дислокации летом особенно подход для тех кто работает удаленно потому что вы живете в классных квартирах до в городе у вас все там продукты и вся инфраструктура есть при этом можно набраться легко до геленджика анапа но для тех кто от молодой и наверное мобильный кто любит на машине путешествовать до абрау и вообще вот в целом много курортов посетить допустим за один месяц за лето когда вы приезжаете отдыхать и здесь конечно будет потише поспокойнее и не так много народу как на основных курорт ну насчет того тот кто молодой я сомневаюсь вообще хорошо она имела ввиду активный молод душой на и для тех кто просто на автомобиле естественно все это быстро домчал отдохнул обратно вернулся и что самое главное не сказала то что здесь будет гораздо дешевле чем в том же геленджике я настолько плохо объясняю что мне нужно чтобы ты еще дозаписывал пояснительная бригада не жили так плохо говорю что вот и заново рассказываешь то же самое нет я сказал что цена цена ты цена не сказала вот так появляется вы спрашиваете ребята как вы 10 лет вместе и никогда не ругайтесь вот ребята мы ругаемся только по работе стою с утра смотрю на байк мечта совсем рядом вот он под чехлом сейчас нужно его укомплектовать и все вещи на него каким-то образом загрузить а сейчас минутка славы нашего нового чемоданчика от фирмы nainty go вот такой вот малюсенький такая длинная ручка он кстати себя очень хорошо повел в ручной кладе мы сейчас с ним летели он маленький компактный его можно брать с собой в самолет вот он каркасный самая главная фишка наверно то что он без молнии и смотрите как клёво тут раз кодовый замок два кодовый замок и сесть наводите пароль как кейс открывается чувствуешь себя настоящим джеймсом бондом сеточка сюда можно вещи положить да и здесь открывается тоже какие-то вещи можно положить мне очень понравилось что он реально без молнии такой прям прочный классный четыре колеса так что теперь это наш новый друг ознакомьтесь будет постоянно путешествовать проверим сколько он выдержит и также у нас обновочки от этой же фирмы это рюкзак и стильная сумочка выполнен из высококачественной искусственной кожи приятный на ощупь и с защитой от брызг главная фишка немецкий замок он открывается подтягиванием вот так вот и сам закрывается в основном отделении 5 отсеков один из них на молнии и также помещается ноутбук 15 дюймов задней стороны тоже имеется отделение на молнии сюда влезает ноутбук 14 дюймов что немаловажно плечевой ремень очень крепкий и держится на треугольной пряжке и сумка для путешествия нам в дорогах вот так вот его повесили здесь три отделения и мне кажется идеально для прав для документов все сюда убрали она защитой от брызг готовы к путешествию все это можно купить по ссылкам в описании на озоне а промокод дает скидку 10 процентов до конца июня байк это не авто поэтому здесь требуется четкая укладка вещей чтобы ничего не было лишнего для этого у нас прошлого сезона осталось два боковых кофра вот так они сверху крепятся в них вещи закинем и у нас новое пополнение наш красавчик кофр который сзади ставится так открывается он съемный как чемоданчик сюда будем сейчас все вещи тоже складывать надеюсь на все получится и с ним очень удобно вот так его взял да прям с вещами хоть поехал в отель заселяться и все чемоданчиком доходишь но вещей как видите очень много чемоданы вот все по сеточкам расфасовано сейчас будем все укомплектовывать кофр забили сюда вместились все лизины шмотки и забиваем два наших боковых кофра в принципе я уже смотрю вместо достаточно много все нормально укомплектовались как следует нет никакого излишка этот момент настал ребята также скучал почти целый год вот наш красавчик идите сюда так залезаем это yamaha t-max dx 560 так есть стекла поднимаются опускаются и сейчас наша задача конечно же загрузить все наши вещи то есть у нас вот имеется два кофра мы полностью забили и вот такой кофр давай вместе с тобой прямо поставим вот смотрите он легко снимается легко достаточно ставится пазы вставляем все все установлен и осталось сейчас боковые кофры нам поставить и в путь не все так просто нужно два человека лиза сейчас держит один кофр а я здесь сейчас буду глянки натягивать так чтобы они очень удобно здесь стали штука должна быть по центру конечно в первый раз когда все ставишь блин очень сложно ребята все сделали значит балапаву надеваем вот так вот одеваем и вот ну давай похож не знаю это для того чтобы шлем не пачкался не вонял одевается сначала балапава а потом сверху уже надевается шлем вот так дальше у нас не специальные куртки для моциков они защищены это все если что да здесь вот подлокотники все есть застегиваемся и вперед есть честно немножко даже просто непривычность страшновато все мы готовы ехать мы селились короче хочет оставили через далее минут 20 чтобы нам ворота открыли первые пять минут прошли успешно как запуск ракеты до зла на при этом посадке сильно он чтобы на дружный у нас это большой мощный да чувствуется сила дамы и господа мы успешно проехали 10 километров ты как ну что ныне наложила еще сказать что немножко прохладно кататься пока что еще такое начало в курточках тепло заботись вот здесь сюда дует и знаешь такую делу такая вентиляции такая еду думаю вот мне сейчас немножко страшновато ребята я кирпичи уже нормально навалил по дороге он потому что от мы не привыкли непривычного большой это не скутер который и сейчас вот идеально ребята можете посмотреть смотрите то есть я рюкзак кладу вот сюда да потом у нас вот кофр висит естественно рис труба этот кофр трубой поддерживается здесь задний кофр у нас да и его рис левый который кофр лежит трубы нету поэтому он вот так вот как бы висит но в принципе конструкция нормальная проверенная в прошлом сезоне все окей здесь по дороге есть такая вот смотровая площадка очень крутая также установлен памятник можно себе копеек купить очень красивый вид панорамный ну и собственно вот как обычно ребята начал наше путешествие именно из новороссийска новороссийска их на ладони и мы сейчас едем в первое место на нашем маршруте это кабардинка кабардиночка ну что отправляемся дальше еще десять километров и мне кажется на сегодня хватит очень сложно я вот так закидываю ногу аккуратно ну что мы в кабардинке все сейчас конечно начало сезона да когда в прошлый раз были столько людей уже гуляло все еще такое пустое неработающее только-только начинается сезон да и не так много народу даже парковки свободны и так друзья мы на месте заселяемся в эко-отель который называется скала он находится на окраине кабардинки пойдемте покажу территорию первым делом заходим на территорию ресепшен какой-то деревянный домик нас моментально заселили надели вот такие вот браслеты и мы готовы приступить к отдыху мы решили что никуда гнаться не будем вот ближайшие две ночи мы проведем здесь и вместе с вами кайфанем вам все покажем расскажем надеюсь вы тоже получите удовольствие и живем вы не поверите где это индейский вигвам вот такой вот шалаш у нас своя терраса здесь столик все эти вещи занесем внутрь но пока чтобы все красиво внутри показать естественно они стоят здесь давайте заходим смотрите так открывается наш вход с этой стороны вот с этой стороны чтобы зайти внутрь нужно присесть погнали вау вот это да ребята но это просто мощь кровать кровать проверим на мягкость аккуратно ништяк это да вот это круто бам холодильник кстати есть видала так что можно будет винишко охладить а с другой стороны у нас находится вентилятор да это очень важно потому что здесь нет кондиционера уж это бюджетное жилье кстати говоря сейчас она стоит 3500 рублей потому что начало сезона естественно когда будет сезона лето по-любому будет подороже здесь на тумбочке лежит папка с информацией о месте что здесь находится что можно сделать что посмотреть тумбочка вот такой вот светильник со свечкой и что очень важно так свет свет имеется вот так ночью очень круто заселились следующий вид жилья называется альфа сьют это вот такие вот домики внутри есть кондиционер и от самые такие не бюджетные варианты чтобы здесь остановиться и они сейчас все заняты далее мы попадаем на зону барбекю вот там все дело можно кушать что вы приготовите мясо естественно берете с собой угли тоже берете с собой но при желании угли можно прямо здесь приобрести и вот мангала стоят с прекрасным панорамным видом все это делаете вот здесь кушайте и также очень важно домик который мы живем в шалаше да он без туалета внутри включенного поэтому в туалет ходим вот сюда отдельно в другие дома который побогаче подороже там туалет находится внутри и конечно же душ тоже находится здесь вот туалеты душ пришли помылись пополоскались в туалет сходили и все и отдыхаете ну и самое главное для чего сюда стоит приехать заселиться пожить кайфануть насладиться это сразу вид на черное море спуск все это находится на скале на возвышенности и первое что напоминает это остров бали да ребята я до сих пор сравниваю потому что без сравнения не могу никак а здесь же на скале находится гриль-бар где у нас включены будут завтраки а также можно пообедать и поужинать и за рестораном находится арт-зона вход сюда платный стоит 200 рублей но для постояльцев отеля бесплатно есть девушка из прутьев качели прямо с видом на море и вот такие вот руки красивые знаете что напоминает знаменитый клуб вага-бонга в мексике в тулуме здесь это сделано и выполнено вот так вот очень классно смотрится естественно можно сделать огромное количество красивейших фотографий следующие два вида жилья это кемперы а внутри есть душ есть туалет эти тоже с потрясающим видом со скалы шатер сафари огромный на 4 человека но там нет душа и туалета ну и куда же без спортивные площадки смыть и когда 100 я уже год я год уже не занимался сейчас главное не развалиться так ну-ка проверим свое свои навыки а так она не такая штура так что вот еще спортом позаниматься можно если хочешь с ним покорно что-то на руку у боже на есть хочу твоей днистра хватит работать шутки с женой плохи до пара есть на обед у меня сегодня бог с кредитками я наконец-то дождалась такие голодные 730 рублей вот такая порция попросила приготовить без лука приготовили с овощами и креточками а я очень соскучился по мидиям значит у меня вот порция мидии 780 рублей они с соусом из белого вина дают вот такие вот перчаточки смотрите чёрные black star сейчас так как-то аккуратненько нужно их нацепить чё почему я действительно скучал к этой мидии что я их обожаю и чтобы не заляпаться дают такие вот перчаточки так ну погнали вот такая порция вот нас берем мидию вот так вот открываем и там мясо и вот так щелкающих как семечки очень вкусно между прочим обалденно вообще огонь там еще есть одно место классное в сочи нам многие его рекомендовали медийное место называется мы так там не побывали в этом сезоне обязательно справимся но это в принципе в принципе огонь сравним попозже я хочу меня будет стиль такой я везде буду брать мидии и за этот сезон я должен найти самое крутое место где самые вкусные мидии получилось 1840 рублей там чай мы брали вот так вкусно но чек конечно выше средненького да потому что место такое на скале красивая поэтому за это и платишь вас наверняка интересует жарко там внутри или холодно давайте у лизончика узнаем мы вот покушали у нас сейчас тихий час заползаем сюда ну чё лизом как здесь жарко или холодно как тут не жарко и не холодно я даже свитерочек приодела сейчас начало лета поэтому весьма прохладненько но зато нет комаров не жарко супер ну а летом я думаю что просто будет тепло можно открывать дверь и вентилятор врубать вентилятор как будто на природе но мне так нравится это окно она влез так давай я продал лечь я дико извиняюсь ребята как в американских фильмах прямо так вот в обуви потому что не успеваю снять так ложишься о среду окно круто вообще этот огонь ходит нас потолок среда красивый тени ребята очень красиво класс действительно прохладник и так свежо здесь лежать удовольствие получаешь не понял смотрите персонаж персонаж сидит такой в носочках вообще классно да вот мы сделали чай там чайник есть горячий чаёчек вот шоколадочка сушечки кайфуем вообще давали на них нет на природе за открытие сезона по краснодарскому краю не скажешь да что началось ребят сейчас говорят что в первый раз такое аномальное начало лета я этого не понимаю мы куда не приедем ребята вам в этом в этот раз не повезло у нас аномальное лето или там у нас аномальная жара или аномальный холод хочу куда бы пацаны не приехали там какая-то аномалия происходит и конечно же всегда котики они чувствуют доброту и они подходят на киска десна у тебя мясо очень вкусно на где где кушать очень вкусно мясо попробуй обалденное же у нас там внутри включен обогреватель потому что сейчас вечером достаточно прохладно я обязан вам передать вечернюю обставку пойдемте мы идем по ночному лесу что все так подсвечено как будто какая-то сказка насколько когда день и ночь меняют картинку и дорожки все подсвечены пойдемте прогуляемся дойдем до ресторана посмотрим как он сейчас смотрится в лучах тимы короче ребятки место вообще топаем вот тут со зрителями сидим вот так за столиком с потрясающим видом ужинаем вообще топчик атмосфера бомба там можно внутри посидеть там потеплее здесь прохладник вот пледы выдают в общем рекомендацион полнейший спокойной ночи нам увидимся с вами утром и утром поделюсь было ли нам здесь холодно или жар кстати говоря сейчас прохладно мы включили обогревателем там на полу стоит все сладких снос до наступит утро ребята палатка для тех кому еще не 30 поделитесь пользуйтесь пока мы молоды и полны сил что-то у меня всех кости хрустят о так идем с вами сейчас покажем как раз таки душевую где туалет как все это происходит мида чем-то напоминает наше путешествие на велосипедах вот так просыпаешься с утра и это само ничего же нет удобств нет нужно идти там берешь зубные щеточки вот все пойдемте покажем первый этап вот можно помыть лицо почистить зубы пожалуйста вода есть добрый душевая сейчас самое главное проверю насколько горячая вода по-любому всегда всех интересует вот душевые кабинки включая горячую воду вода горячая горячая холодная вода пьяница душ кому интересно ребята кайфовый горячий все осталось побриться самое время мне кажется после хорошего душа сходить хорошо еще поесть патчи уход с утра то еще ребят прохладненько сезон только начинается мы в том же самом ресторанчике на скале вот менюшка это завтрак и завтрак оплачивается отдельно 900 рублей стоит на человека и вы собираете два блюда себе и напитки вот капучино американо мы все же заказали сидим так хорошо что у нас капучино американо два сочных омлета с грибами и бекончиком на десерт сырники с ягодами и блинчики с медом и сметаной кстати нашу байк ночью отдыхают вот так ставим его с видом на море и обязательно накрываем его чеком просто заскочили крокса забрали чтобы на пляж испойти вот заодно вам показал как байк наш стоит накрываем его отдыхают после сытного завтрака самое время прогуляться спускаемся по длинной лестнице вниз к морю я напоминаю что здесь находится пляж пляж совершенно бесплатный вы также можете проходить на этот пляж в любое время единственная платная зона это фото зона но если вы допустим завтракайте обедайте или ужинаете в ресторане то бесплатно можете проходить на фото зону ну а пляж тоже готовится к летнему сезону здесь будут лежаки в аренду и пляж кстати каменистый и здесь нужна специальная обувь мы как раз такое одели обувь кроксы у нас можно какие-то тапочки приобрести потому что камни в воде скользкие ну вот такой пляж друзья здесь огромные камни берешь просто этот камень для идеально для массажа и вот так свои пяточки просто но она омолодились и дальше пошли кораблю рио кто смотрел наши прошлые выпуски с того сезона мы спускались уже к этому кораблю рио но прямо там где он находится в вертикальный спуск вниз по горам по скалам как же мы тогда намучились и мы не знали что можно обойти и когда мы спустились таки смотрим а люди вот с этой стороны по пляжик уйдут и в этом году на месте тех самых людей наконец-то мы мы просто по лестнике из нашего отеля спустились и идем пешочком наслаждаемся и высматриваем корабль совсем другое дело не то что в прошлый раз с горы спустился пол уже стеряешь сознание а здесь пошел прогулялся знаете вот как будто какой-то набережный идет и вот уже собрагруз а история ребята очень простая в конце декабря 2018 года в водах черного моря был сильный шторм и здесь сел на мель корабль рио это сухогруз и за неделю он стал настолько популярным что сейчас это чуть ли не самое главное достопримечательность кабардинки это судно выкупило частное лицо теперь здесь проводится экскурсия и любой желающий может прийти пофотографироваться кстати говоря за год дорога настолько изменилась здесь теперь уже два подъезда как мы видим и все конечно меняется в сторону того что это место станет супер туристическим заметили позади меня лестница ведет на верхнюю палубу и здесь есть экскурсии можно просто подняться наверх 500 рублей человека просто прогуляться а 1000 рублей полная экскурсия по всему кораблю видимо внутрь там заводят все это показывают но что меня больше всего расстроило ребята в прошлом году когда мы здесь были ветер это все вот камни все что так сгребли здесь был плавный такой спуск пляж и можно было прямо рядом с кораблем покупаться как думаете для чего это сделали чтобы на бок не завалился не знаю но по мне так это все дело испортили потому что картинка была совсем другая он прям в воде стоял кто также граффити есть ему туда можно прогуляться и покупаться не знаю получится ли нам сегодня покупаться вода нам прохладно и все потрогаем ее в чем самый прикол что наверху запрещено фото и видео съемка то есть если мы даже пойдем мы ничего не сможем вам показать и можно лечь так вот и побалдеть никуда не спешим никуда не торопимся я обязан это сделать друзья открыть купательный сезон вода и ледяная я уже потрогал через потрогаю так ладно чего не сделаешь ради контента ну с открытым сезона камни огромные но нормальная вода не как как на байкале там бывает ледяная целом ободряющая взбодрился или же загорают ну что настало время прокатиться в саму кабардинку ну в плане на набережную там чуть-чуть сейчас протестируем ребят смотрите я вот так вот камеру установил посмотрим как она будет снимать если понравится мы так и есть и будем держать так ну конечно ребята это полная хрень смотрите камеру очень шатает в итоге нужно в руках держала поэтому так больше ставить мы не будем все остановились камеру с микрофоном большую убираем в общем во всем нашем путешествии вот ближайшем на три месяца по краснодарскому краю будем снимать когда на байке вот на такую маленькую камеру блин лизон у нас с тобой кофр стоит в нашем шалаше а мы забыли его обратно поставить потому что у нас в кофр два шлема вмещается взираемся в общем еще не понятно как что ездить только вот буквально там второй третий день да поэтому кофр поэтому снимаем мы сейчас с тобой берем а кофр уже потом тогда будем то есть домой приехал заселился все вещи из него вытащил и вот сюда обратно поставил набережная кабардинки здесь основной курорт сейчас все пустое мы решили что в этом выпуске не будем акцентировать на этом потому что полный обзор будет в следующем выпуске а сейчас мы просто пришли покушать сюда лиза нашла какой-то очень вкусное место отзывы там почитала называется ресторан малиновка здесь шашлык можно съесть что мы собственно хотим лить за заходим вот такой вот меню когда будем все дело пробовать у нас два ежика встречают вот на что и вот такие вот менюшки выдают это наверное моя любимая часть и видимо старею и не с каждым новым годом на нашем канале больше нравится еда просто ешь как будешь вам обзор показываешь короче вот открываем меню естественно мы пришли за шашлыком вот баранина 100 грамм 240 рублей взяли себе по 300 грамм сейчас будем тестировать салат со сметаной отдельного просили принести 260 рублей порция такая марокканский чай 400 рублей вот она красота ребята целая тарелка мяса так разгребаем лучок что-нибудь такое выцепим баранина слушай очень даже круто приготовили сам мягкая легко жуется очень сочная обалденно вообще правильно так понимаю делать вот так вот берешь сверху здесь специальный вот такой соус у нас да с соусом конечно покруче ну и естественно нужно покормить кота держи за все у нас получилось 2490 рублей это еще вместе с чаем нельзя ли чая не чая так но мы поели очень вкусно было но касси осталось не знаю дорого это или нет ребята только вам но конечно после дагестана без вам после дагестана там мы брали баранину без кости и там что-то там за 400 грамм отдавали там 600 700 рублей он конечно было дешевле и вкуснее наверно все таки не знаю очень очень вкусно но очень у костей ну чтож друзья надеюсь вам все понравилось ставьте лайк пишите комментарий мы же собираем все вещи садимся на майк и едем снимать второй выпуск который будет такой полноценный про кабардингу все покажем все расскажем все до встречи